Добрый день всем! Я Гуля, мама Дамира. Это мой первый видеоотчет после очного лечения в центре БРДВИР в Иерусалиме. У нас изменения колоссальные на сегодняшний день, несмотря на то, что мы приехали совсем недавно, три недели назад мы приехали. Изменения таковы, что Дамирка в поведении стал очень спокойным, очень спокойным. Слова стал говорить четко, длинные слова, такие как «Здравствуйте», такие слова как «С просьбами он подходит», «Я хочу». Появился указательный жест. Дамир говорил отдельные слова, но указательного жеста у Дамира не было. Появился указательный жест. Очень был зависим от гаджетов, от телефона, от телевизоров. Мы с первого дня, как нам Давид сказал, что просто запретить и все. Мы все проблемы устранили. ЕСЭФа сказала и Давид. Вы просто воспитывайте ребенка правильно. И все. Это ваша единственная задача. В первый же день, как мы приехали домой, я отобрала у него телефон. Я ждала, что будет буря эмоций, будет истерика. Моему удивлению спокойно, нормально. Телевизор то же самое. У меня он смотрит дозированно. И смотрит те мультики, которые я считаю нужным. Советские мультики. А не то, что он очень любил. У меня вот эти вот американские там разные цвета. С ММДМСами, со скитлсами. Вот это вот для нас была большая проблема. Вот. А теперь он смотрит простоквашу и везде стучит. Говорит, кто там, кто там. Вот. И начинает говорить там монолог. Некоторые слова четко понимаю, некоторые еще нет. Но это, я считаю, что колоссальное изменение, каким был Дамир и каким сейчас он, это небо и земля. Теперь мы пересели, из-за Дамира мы ели в той комнате, где был большой телевизор. Он прям любит большие экраны. Кушали, готовили на кухне, кушали в зале. Все переделали. Теперь мы сидим на кухне, кушаем на кухне. На кухне телевизора нету. Дамир, как кушал? Одну ложку кушает, встает из-за стола, убегает, обратно приходит, еще ложку, убегает. Вот таким образом кушал. А сейчас нет, сидит он спокойно. Кстати, я сейчас сижу на его месте, снимаю видео. А что это место Дамир? Спокойно сидит, кушает и никуда не убегает. Все замечательно, все нормально. Сейчас мы проходим медкомиссию, мы уже практически всех специалистов прошли. Осталось только ортопед и стоматолог. Но дело в том, что здесь в России, мы живем в России, по электронной записи, даже когда приходишь, все равно там врачи не успевают. И ты ждешь. Мы вот там бывает по 3 часа, по 2 часа стоим и ждем. Сидим там в коридоре и ждем. К моему удивлению, Дамирка не психует, не орет, телефон не просит, ничего. Если он хочет пить, подходит пить. Хочет в туалет, просится в туалет. Идет гулять там по коридору. Смотрит здание большое, 4-этажное здание. Находит детские уголки, там где вот качели, детские домики, игрушки. Он находит и все это сидит, играет, спокойно радуется. И мы зашли к хирургу. Он очень боялся медиков, очень-очень. Я не могла ходить просто в обычную поликлинику, когда он болел. Я вызывала нашу педиатршу домой. Но она уже как бы говорила, когда только температура, вот горло болит, я не буду приходить. Нам приходилось нанимать медика за деньги. Хотя есть полис, все документы есть. Но мы вызывали платного медика надо. Сейчас этим проблем нет. Он просто не хотел ходить туда, где есть поликлиника. И все. А сейчас мы зашли к лору, сидел спокойно, все, что говорил, просил врач, там, открой рот. Он открывал ушки, нос, все смотрел. И хирург тоже его осматривала. И все нормально, все замечательно. Были мы у невролога. Невролог наша сказала, что никакого аутизма у нас нет. Проявляется характер в том, что он у нас очень упрямый, очень настырный. Раньше, когда мы гуляли на детской площадке, качель, как он любил кататься, он любил как? 5-10 минут. Сейчас он очень любит, наверстывает те года, которые он пропустил. Может сидеть час, 40 минут, он просит кататься, кататься, качели, кататься, сидит, катается. А если качели заняты, он стоит, ждет, ждет, а потом идет, как бы ребенка выгоняет от качели, добивается своего. То, что мне Исефа говорила, что он у тебя очень спокойный, очень целеустремленный, вот такой у тебя будет Исефа. И я вижу такого ребенка, которому не говорила Исефа. И еще такое немаловажное, это один из самых моих радостей. Мой супруг курил 25 лет. На сегодняшний день ему начал курить, баловаться с 13 лет, а вот капитально начал курить с 14 лет. На сегодняшний день моему супругу 38 лет. Получается 24 года он курил, очень, скажем так, жестко. Когда мы поженились, я, конечно, ему говорила и пилила, и по-всякому. Все, что у меня удалось, из двух пачек он перешел на одну пачку. Вот, когда мы были в центре научного лечения, Исефа ему объяснила, что у тебя проблемы с сосудами, потому что у моего мужа постоянно головные боли, и он глотал вот эти обезболивающие таблетки, и по две, по три таблетки, и у него постоянно глаза красные, с сосудами, сказал Исефа, проблема, тебе надо просить курить срочно, потому что может в любой момент оторваться тромб. И все. Сначала муж как бы относился к этому не очень серьезно первые дни, а потом, когда Исефа объяснила, а, Исефа мне сказала, я ему передала, он, видимо, мне не поверил. Я подошла к Исефу и говорю, он мне как бы не верит. Когда он у нее на сеансе был, она ему объяснила, все разложила по полочкам, и мой муж бросил курить. А у меня у самой тоже очень-очень были проблемы, я отекала очень сильно, очень сильно отекала, хроническая усталость, потому что я очень, как бы тяжелая работа физическая у меня была, посадила свое здоровье, скажем так, нехило. Мне очень помогли в центре БР Давид, и самочувствие у меня гораздо улучшилось, хронического усталости нету, я себя чувствую слегка, свободно. А самый еще, один из самых, это даже еще больше радуюсь, чем что муж бросил курить. Мой домерка начал ходить в туалет, он не даст свои дела делать. У меня есть видео, которого я отправила Исефе и Давиду, у них есть, как он сидит на горшке, он писает, но дела не делает. Есть еще видео, как он какает, исключительно какал в трусике. Унитаз не хотел, домерка. Сегодня третий день у меня ребенок какает в унитазе, моему счастью нет предела. Я послушала совет Исефы, она сказала, просто заставь его постирать то, что он наделал, трусики. Я ему постирала, ой, заставила, домерку точнее, постирать, извиняюсь, отвлекаюсь, ребенок подошел. И он у меня постирал сам себе трусики с отвращением. Попу, когда, конечно, был хихикал, а когда я ему сказала, еще и трусики будешь стирать, ему было, конечно, отвращение. И недельку вот так, один раз постирал, через недельку он у меня начал ходить в унитаз. Это огромное. Мы показывали всеми способами, и на собственном опыте, и я, и папа, по-всякому. Горшки разные покупали, по-всякому. Сыночек, ты мне мешаешь, сынок. Сынок, ты мне мешаешь. Подойди, скажи всем, здравствуйте. Привет, скажи всем. Привет. Привет. Все, иди, пожалуйста, ты мне мешаешь. Вот, вот такие изменения у нас. Огромное вам спасибо, Центру ГРД, за вашу бесценную помощь, потому что все, что вы делаете, медицина во всем мире кричит, что это неизлечимо, аутизм неизлечим, а когда мы приехали, и непосредственно, когда мой ребенок попал в руки ЕСЭФИ, я поняла, что аутизм превращается в руках ЕСЭФИ в комарика. Есть. Раз. И нету аутизма. Поэтому большое вам спасибо, низкий вам поклон. То, что вы делаете, это бесценно. Большое вам спасибо. Я буду дальше снимать наши изменения, потому что я знаю теперь, что это только начало. Дальше все будет круче и круче. Большое спасибо. Всем спасибо за внимание. Всего хорошего. Будьте здоровы.